Альтернативы прививки в борьбе с пандемией коронавируса нет. Такое заявление сделал региональный Роспотребнадзор. Впрочем, этого мнения придерживаются многие специалисты по всей стране. Этой теме посвятили круглый стол организованной общественной палаты Архангельской области. Более 60 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Столько зарегистрировано в регионе больше, чем за год. Темп прироста инфицированных сейчас ниже, чем в среднем по стране. С начала марта случаев выздоровления больше, чем случаев заболевания. Весь период наблюдения специалисты условно делят на первую волну с марта по июль прошлого года и вторую, которая началась в сентябре. Позиция Роспотребнадзора третью волну сможет остановить только иммунизация. История борьбы с инфекциями другими показала, что только массовая иммунизация населения дает эффективные и длительные меры сдерживания и контроля над развитием этих инфекционных болезней. Если вы помните, то ОСПУ таким образом удалось победить. Вакцина от COVID-19 поступает в регион централизованно по линии Минздрава страны. Принцип распределения препарата пропорционально количеству людей, прикрепленных к учреждению здравоохранения, а также наличию остатков вакцины. По данным на 7 апреля, первично в регионе привито больше 50 тысяч северян. Полный цикл вакцинации прошли почти 37 тысяч человек. Если мы начинали 16 пунктов вакцинации, а в принципе изначально в октябре, когда 42 дозы поступила, пробная партия вакцины, у нас был один пункт вакцинации в Архангельской городской клинической поликлинике номер один. На сегодня это 83 пункта вакцинации. Завтра ожидается поставка еще 3000 доз вакцины. Как подчеркнули эксперты на круглом столе, важным элементом защиты от распространения COVID-19 по-прежнему остаются соблюдение санитарных норм, ношение масок и личная гигиена. Однако общая задача привить 60 процентов населения. Для Архангельской области это 519 тысяч человек. Артемий Заварзин, регион 29.